Представят нам итоги двухлетней реставрации Екатеринского корпуса. Добрый день, дорогие коллеги! Мы рады приветствовать вас сегодня в такой знаменательный день в Петербурге, в Екатеринском корпусе дворца Монгвизир. После долгой двухлетней реставрации мы сегодня с радостью открываем дворец для обозрения. В течение двух лет, конечно же, в Екатеринском корпусе воссоздано и сделано руками реставраторов очень многое. Мы с вами сейчас, в данном случае, находимся в желтом зале. Это центральный и самый помпезный зал Екатеринского корпуса. В данном зале вы можете обратить внимание на новое тканевое убранство на окнах этого интерьера. И дальше во всех интерьерах воссоздано по историческим аналогам и документам, хранящихся в фондах государственного эрмитажа, музея-заповедника Царское село и фондах музея-заповедника Петербурга, документы, и по ним воссозданы драгировки данного дворца. Экспозиция Екатеринского корпуса сейчас дополнена музейными предметами, которые также были отреставрированы силами реставраторов и представлены обозрением посетителей. Должна отметить вам, что Екатеринский корпус доступен сегодня для маломобильных населения, для инвалидов с опорно-мегатеринным аппаратом, для инвалидов, страдающих слепотой или слабыми тщетами, и для глухих. Что мы сделали? В каждом зале Екатеринского корпуса стоят аннотации, в том числе написанные шрифтом Брайля. В Екатеринском корпусе мы представляем вам входную группу, зеленые приемные вы увидите, там также представлена информация о создании и бытовании дворца, в том числе эта вся информация доступна для слабовидящих людей и людей с нарушением опорно-мегатеринного аппарата. То есть мы там представили такие тактильные картины наших музейных предметов, вы это все увидите, это можно будет все потрогать и подчеркнуть. Естественно, в нашем дворце установлены пантусы для людей, которые сложно передвигаться на ногах. Поэтому я хочу сказать, что в Екатеринском корпусе у нас много новшеств открылось во время реставрационных работ. Вы это дальше увидите. В зеленой приемной, например, открыта росмесь, в середине XVIII века в виде аллегории маски, которая была до сих пор закрыта. Мы сегодня счастливы вам представить. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Ну, я хочу представить, рядом со мной, извините, стоит Ирина Олеговна Суворова, хранитель дворца и заведующий сектором из Верского комплекса. Можете задавать какие-то вопросы. Ну, я могу... А можно попросить на место вот снять на это? Я могу добавить то, что не случайно мы открываем этот замечательный, самый большой парадный дворец Нижнего парка 20 мая 2021 года. Дело в том, что открытие дворца приурочено к 35-летию первой комплексной реставрации дворца после Великой Отечественной войны. 25 мая 1986 года дворец был открыт для посетителей. С тех пор, более чем 35 лет назад, не проводились масштабные реставрационные работы. Мы очень ждали много лет, когда появятся финансы для того, чтобы это совершить. И, вы знаете, мы никогда не думали, что нам предстоит это все на такой сложный период в жизни нашей страны и, собственно говоря, мира. И точно так же, как в годы Великой Отечественной войны музейные работники спасали экспонаты, эвакуировали из 2000 музейных предметов. Более 1500, к сожалению, не все было спасено. Точно так же и мы столкнулись с тем, что мы, по сути дела, полностью вывезли всю экспозицию. Мы не просто ее вывезли, мы ее вывезли в Москву, в Царицыно. И там два года москвичи и гости столицы могли увидеть эту шикарную выставку, которая называлась Екатерининский корпус Моплезира, путешествие из Петербурга в Царицыно, из Петергофа в Царицыно. Далее мы реставрировали музей два года и сделали много невероятно интересных открытий. И сами даже этого не ожидали. Во-первых, я уже говорила, трет-перестург, который был месяцем раньше, о том, что мы нашли исторический цвет, который задумал Растрейл. У крыльца, который вот за вашей спиной, крыльцо, выходящее в Моплезирский сад, при реставрации мы крыльцо разобрали. Это крыльцо было установлено в середине XVIII века Растрейли. Там вензель Елизаветы Петровны. Мы нашли исторический желтый цвет. Он не бледный и не яркий, он теплый и сочный, как солнышко. Поэтому цвет фасада вернули. Кроме того, демонтируя капители на фасадах здания, мы демонтировали восемь исторических капителей, которые были установлены Растрейли, Франческо Портоломео Растрейли в середине XVIII века. А под одной из капителей мы нашли полустертую красную надпись, где было написано 1754 год. То есть мы теперь знаем в ходе этой реставрации, когда Франческо Портоломео Растрейли установил эти капители. Одну из них мы демонстрируем в помещении западной гостевой галереи. Вот вы там проходили, мы ее там установили. Кроме того, воссозданы все паркеты, потому что много лет, но, к сожалению, финансы не позволяли в 80-е годы сделать хорошую, правильную гидроизоляцию музея. Из-за этого трескались паркеты. Подвалы были полусырые. То же самое было с чердачными площадями. Сделана гидроизоляция музея по всему периметру и по периметру западной гостевой галереи, которая примыкает к мобилизиру. Так называемый глиняный замок. Теперь у нас будет все прекрасно в интерьерах. Кроме того, мы в некоторых интерьерах возобновили и обновили исторические цвета интерьеров. Например, в подогревальне, вот так случилось в 80-е годы, цвет интерьера был розовый. Мы подняли все описи, и в частности, описи 1928 года, где мы обнаружили, что цвет был не желтый, как в желтом зале, а светло-желтый. Дело в том, что подогревание находится вот за этой дверью. Это название не случайное. Этот интерьер сохранился со времен Франческой Бортоловной Арастрелли. Дело в том, что Елизавета Петровна, когда приказала Арастрелли построить вот этот парадный дворец для проведения балов, веселений, что можно было собираться, играть в карточные игры и так далее, она приказала построить кухню на голландский манер. Вот там вот кухня на голландский манер, и там не готовили блюда, там их просто разогревали. Блюда готовили, ну, здесь находится у нас кухонный корпус, который тоже создан по проекту Астрелли, и как бы переносили сюда блюда и разогревали. Вот там цвет был желтый, так что вот мы его создали. Кроме того, мы нашли правильный цвет в синей приемной, вы тоже можете в синей гостинице, в гостинице, вы можете пройти и посмотреть. Но всегда же, когда происходит реставрация, не всегда могут быть доступны какие-то документы, есть какие-то сроки. Но эти два года позволили нам заняться этим вплотную, поэтому в синей гостиной очень красивый, васильковый, сочный цвет. Кроме того, пришлось переложить все паркеты, потому что паркеты уже, ну, что говорит, когда нет гидроизоляции, бессмысленно послевоенные паркеты сохранять. Поэтому все паркеты воссозданы и очень хорошо и качественно. Вот этот паркет выполнен из дуба, рисунок, корзиночка. Паркеты, которые были при Елизавете Петровне, когда дворец, по сути дела, был Елизаветинский дворец, у нас сохранились такие, паркеты не сохранились, но сохранился рисунок. Собственно, он был воссоздан после войны. Это вот, пожалуйста, посмотрите, вот паркет называется «Зигзаг». Там дуб, мореный дуб и тик. Нам пришлось это все переложить и заново создать эти паркеты. Кроме того, мы укреплили чердачное помещение. Мы нашли историческую булыжную выстилку с середины XVIII века. И теперь у нас большой, извините, подвальное помещение, большой подвал с красивыми очень арками и везде булыжная выстилка, как было при Франческо-Барсталоне в Анастрии. Кроме того, то, что говорил Мина Бижанна, мы открыли маску. Дело в том, что в середине XVIII века дворец был, интерьеры были барочные, был барочный стиль. Елизавета Петровна, она, были росписи. И эти росписи были позднее, когда Екатерина Великая пришла к власти, она приказала Кварянга перестроить в классическом стиле вот этот вот дворец. И поэтому эти росписи, мы думали, что они утрачены. На самом деле они были обнаружены в 1945 году, когда были архитектурные обмиры дворца. И оказывается, когда делали росписи в середине, в первой четверти XIX века, некоторые росписи были закрыты холстами. Холст сгорел, и мы видели аллегорию маски. Это была роспись, которая была при Елизавете Петровне. Кроме того, в зеленой приемной мы восстановили правильный барельеф на камине, выполненном по проекту Кваренге. Теперь у нас сохранилась фотография, довоенная фотография, где рисунок барельефа, тот, который был нужен нам, потому что когда открывали дворец в 80-е годы, некогда было, не было возможности и времени воссоздать в мраморе вот этот барельеф. Поэтому мы взяли за аналог, был гипсовый, гипсовая копия, барельеф аналогичного сбора винограда с детьми из музея Сан-Суси в Поздаме. Мы теперь сделали правильный барельеф, который задумал Кваренг. Ну и что еще? Просто хочу напомнить, почему мы все время бываем Элизавете Петровне и Екатерине Великой, именно потому что дочь Петра I Элизавета Петровна приказала фрагическопротловно построили построить прекрасный дворец Дового Веселения недалеко от Монг призера Левом дворца Петра I. А сама она проживала в деревянном фригеле, который примыкал к Екатерининскому корпусу. Там, собственно, у нас будет торжественное как раз мероприятие в три часа. И она проживала там почти 15 лет, пока строили этот дворец. Проживала в связи с великой Екатерина Великая княгиня Екатерина Алексеевна уехала в результате дворцового переворота. Встав на престол, она стала Екатериной Второй. Когда она стала Екатериной Второй, она решила перестроить дворец в классическом стиле, пригласив архитектора Кваренге. Поэтому мы все время говорим об этих двух императрицах. Дорогие коллеги, мы вам предложим пройтись по интерьерам дворец.